Что еще нужно сделать, чтобы города Чувашии стали красивее и уютнее? Этот вопрос глава республики задавал участникам встречи в Доме правительства. Они обсуждали формирование комфортной городской среды. В федеральный проект вошли 9 муниципалитетов. Работы там идут по двум направлениям. Благоустройство дворов и общественного пространства. 44,5 миллиона рублей. Столько будет вложено в благоустройство сквера имени Константина Иванова в Чебоксарах. Здесь появятся новые светильники, скамейки и урны, аллеи выложат гранитной брусчаткой. Правда, этот проект пока на экспертизе, зато другой уже в работе. Через месяц иначе будет смотреться центр города. У дома мод появятся новые клумбы и скамейки, да и само здание частично преобразится. Кроме того, обновления коснутся территории около магазина «Жупашкар». Судьбу фонтанов проектировщики предлагают решить чебоксарцам в ходе общественных слушаний. Проект также входит и благоустройство дворов. В этом году сроки были очень сжаты, очень быстро нужно было отрабатывать. Вошли не все муниципальные образования, только 9, которые были максимально подготовлены к реализации этого проекта на момент его старта. На создание комфортной среды Чувашия в этом году получит 260 миллионов рублей. Дополнительно около 20 миллионов выделяет республиканский бюджет. И еще 21 должны найти города и районы. Власти Чебоксара решили подключить и жителей города. Немногие муниципальные образования решились, но мы это сделали. И одним из условий участия в программе включили финансовое участие граждан в размере не менее чем 3%. При определении перечня объектов программы формировались экспериментально разными способами. Небольшими территориями от двух домов и охватывающими целые кварталы до 13-мых квартирных домов, в том числе и не граничащих друг с другом. В этом году в столице приведут в порядок 25 дворов. В список попали адреса, где живут люди активные. Они подавали заявки, штурмовали местные администрации, участвовали в обсуждениях проектов. В других городах – Новочебоксарске, Канаше, Шумерле, Алатаре, Мариинском посаде, Козловке, Цивильском и Батаревском районах – в программу вошли те дворы, где жители успели раньше остальных подать заявки на участие. В программу вошли по результатам общественных обсуждений и поданных заявок 16 дворовых территорий с охватом 91 многоквартирного дома. Также выделены средства на обустройство двух общественных территорий. В 3 миллиона 300 тысяч рублей обойдется благоустройство Ельниковской рощи. Там появятся дорожки к зоопарку, скамейки, урны, фонари и общественный туалет. Также в Новочебоксарске приведут в порядок Верхневолжскую набережную от улицы Винокурово до улицы Жени Крутовой. На благоустройство этого участка предусмотрено почти 15 миллионов рублей. Мы все эти работы, которые предусмотрены по этому году, должны выполнить. И самое главное – следить за качеством выполнения их работ. Это очень важно. Все работы должны быть закончены к концу октября. Программа по формированию комфортной городской среды будет продолжена и в следующие пять лет. Уже сейчас власти девяти городов-участников проекта призывают жителей активнее в нем участвовать. Ирина Ромадова, Михаил Солин, Вести Чебоксары. Ирина Ромадова, Михаил Солин, Вести Чебоксары.